Нихао, гайз! Это канал China Car Club, меня зовут Алексей. Сегодня я хочу погрузить вас в будущее. Будущее, которое мы привезли в Россию. Будущее, которое мы привезли в Россию. Автомобиль, который бьет все рекорды. Он попал в книгу рекордов Гиннесса. Он прошел лучше всех на сегодняшний день за всю историю лосиный тест. Он прошел лосиный тест в двойном размере. Господа, автомобиль, который соревнуется с лучшими игроками на рынке. Он самобытен, он не похож ни на что другое. Да, возможно, вы найдете в нем легкие черты, отголоски каких-то премиальных брендов, которые можно встретить по 5 единиц на одном светофоре. Но таких автомобилей, которые сейчас стоят за моей спиной, пока еще мало. Но они уже толпами едут к нам. Встречайте, Zikar 001 в комплектации U. Этот автомобиль продается на рынке в наличии примерно от 6,9 миллионов до 7,2, 7,5 и даже 7,8. Мы видели точно такой же автомобиль в продаже в России. Но это не точно. У нас на площадке они есть, но сегодня мы не о продажах. Сегодня мы хотим вас познакомить с единорогом, за которым гоняются все любители. И те, кто погружен в мир электричек. И я хочу погрузить и вас. Господа, этот автомобиль может не только быть очень быстрым. Он может отключить стабилизацию и раздавать боком. Пожалуйста, ваш вариант. Но тут же он может быть комфортным. Он абсолютно тихий. У него нет изъянов в рулежке. Он лучше всех, я повторюсь, прошел лосиный тест. И все это они упаковали в одно целое. Если вы впервые видите этот строгий логотип, который, кстати, не похож на логотипы многих китайских брендов, где все в иероглифах. Они самобытные, я повторюсь. Но они появились не из ниоткуда. Есть концерн Джили, который вы все знаете. Джили, это как Самсунг. Это не обязательно автомобиль Джили. Это огромный бренд, в который включает в себя около 15 сумм брендов. Линкен Ко, Вольво, про которую часто продавцы говорят, упоминая Зикар. И не просто так они это делают. Ведь этот автомобиль должен появиться на рынке Европы с логотипом Вольво и сделан на ее базе. Это не говорит о том, что Вольву переделали в Китай. Нет. Вот она произошла полностью от и до и была разработана в преисподней. В этот логотип, в название Зикар, они зашифровали много всяких аббревиатур. Экологичность, спорт и многое-многое другое. Я не буду вдаваться в эти расшифровки. Я не буду говорить вам имена дизайнеров. Хотя дизайнер этого автомобиля рисовал Бентли. А теперь он работает на компанию Зикар. Многие удивляются. И вы в том числе. Как это Бентли? Человек где-то там в Европе рисует Бентли. А потом едет в Китай. Да, господа. Потому что мир перевернулся. И получилась вот такая красота. Я не знаю, как вам. На вкус и цвет все фломастеры разные. Но я не вижу ни одного изъяна в дизайне этого автомобиля. Давайте обойдем оболочку, которая скрывает под собой 768 ньютон-метров. Чтобы вам было проще понять, если вы не занимаетесь автоспортом, что это за эквивалент такой. Господа, представьте себе трехосный КамАЗ. Огромную махину, которая возит огромные грузы. Это, возможно, кран. Она едет по болотам. Но не суть. Крутящий момент, который приводит в движение колеса, составляет 550 на КамАЗе. На трехосном, на полноприводном, на все шесть колес. Здесь более 700. Так вот, вся эта мощь закопана еще и в шикарном дизайне. Некоторые говорят, что вот здесь вот мы похожи на Теслу. Ну, потому что вы видите две горизонтальные линии диодные. Я бы так не сказал. Самобытно, да. Тут некоторые начинают припоминать новое поколение BMW. Но она была представлена, рендер этого автомобиля, гораздо ранее. Поэтому назвать ее не самобытной невозможно и не получается. Здесь у нас в комплектации EU есть дополнительные опции. А, кстати, этот автомобиль всегда можно напичкать допами. Вы можете взять доп колеса разные. 21-го, 22-го радиуса с разным рисунком. Кстати, хочу заметить, они идут сразу в базе на бесшумной резине Гудьер, которая имеет бешеный зацеп. Возможно, господа, кто занимается автоспортом и, простят меня боги, этого мира, я не прав. Но она прилипает и прилипает очень хорошо к асфальту. Значит, здесь, обратите внимание, дизайн этих дисков. Сам диск идет пятилучевой. И здесь сделаны накладки. Это не просто дизайн, это все в угоду аэродинамики. Аэродинамика наше все, как вы знаете. Погнали дальше. Возьмем машину крупным планом и увидим знакомый силуэт. Я уверен, что не найдется из 100 человек, будут 98, кому нравится кузов Porsche Panamera. Только Porsche Panamera стоит в 2-3 раза дороже и едет чуть-чуть хуже, чем этот автомобиль. Возможно, да. Но мы же понимаем, что что-то где-то всегда повторяется. Лучшее мы берем и получаем здесь, в одном автомобиле. У Porsche, да, красивый кузов, шикарный салон, прекрасный автомобиль. Но здесь, господа, это взлет, это космический корабль, который отправляет вас в какой-то абсолютный космос. В общем, дизайн ясен. Давайте так. Вы можете быть за, может быть быть против. Но в большинстве случаев этот автомобиль заходит. Оптика. Оптика, не надо говорить, что она диодная, это и так всем понятно. Но из-за того, что она сделана такими 3D-ламелиями, все это выглядит очень объемно, эффектно. И такие вот мелочи, как логотип, который подсвечен. Ну, кому-то, может, не нравится. Мне заходит, да. Кстати, он провожает вас домой. Значит, задние спойлеры. Прорисовка, например, автопилота, который стоит на крыше, да, на помощь при парковке или как угодно. Она тоже шикарная. А вы где видели вообще такой шикарный поплавок? Мосье, месье, господа. В общем, дизайн без всяких преувеличений идеален, шикарен, божественный. Короче, классная тачка. Я очень хочу, чтобы вы доверяли. Я очень хочу, чтобы вы влюбились в этот автомобиль так же, как я. Мне сложно вам говорить о ней что-то плохое, искать минусы. Потому что я безвозвратно в нее влюблен. Господа, давайте немножко окуну вас в мир электричества. 100 киловатт мощность этой батареи. Этот автомобиль может проехать 650 километров. Кто из вас каждый день проезжает 650 километров? Никто. Большинство из вас купит этот автомобиль или, в принципе, электричку, как второй автомобиль. Но я вас уверяю, что очень скоро вы этот автомобиль электрический сделаете своим основным другом. Вам понравится тишина, тяга. Вам будет заходить этот крутящий момент, который сразу доступен снизу. Электрика – это настоящее. Добро пожаловать в будущее. И это квинтэссенция самого лучшего, что на сегодняшний день могут предложить производители электрических автомобилей в таком седовом сегменте. Давайте поговорим о зарядках. Зарядки сейчас есть везде. Ребят, в Воронеже 25 зарядок. В Краснодаре, в Тамбове, в Литве. Вообще, ну, в Литве они точно есть. Зарядки сейчас есть абсолютно везде. Откройте немало известное приложение, выберите свой город, и вы будете сильно удивлены, что, однако, они существуют. И здесь, на территории города Москвы, зарядки – это вообще не проблема. Вы просто заезжаете попить кофе, заряжаете этот автомобиль. До заряжаете, я бы сказал правильно. Потому что с таким пробегом вымотать его полностью, ну, просто Unreal, это, ну, я не знаю, вы не дальнобойщики все. Дальнобойщики, я не думаю, не покупают себе Zikra, чтобы возить там товары. 650 – это прямо муа. Кстати, есть версия на 950 километров с батарейкой на 140 киловатт. Сколько она заряжается? На сегодняшний день по Москве, не кидайте в меня камнями, но зарядные станции дают от 40, ну, максимум, там, до 150 киловатт. Кстати, этот автомобиль может принять 350. И если такие зарядки появятся у нас на территории Российской Федерации, на что я сильно надеюсь, то она будет заряжаться, ну, минут за 10. А в реалиях настоящего времени на самых слабых, быстрых, на быстрых, слабых зарядках эта машина заряжается на 40 на 50 киловаттах от 0 до 100 где-то за час 30. В зависимости от мощности, естественно, которая у них есть. Посмотрите, как открывается лючок. Кстати, люка здесь два. Каждая примочка в этой машине на электроприводе. Так открывается бак для зарядки. Он, кстати, открывается с кнопки изнутри. Когда вы выставляете отсюда пистолет, то она закрывается автоматически, но вы можете также сделать это вручную, нажав кнопку. Электропривод. Окей. Можно ли заряжать дома? Можно. Здесь в комплекте есть зарядка медленная, переменным током, и для нее порт находится спереди. Кстати, забыл сказать, порт для основной зарядки, для быстрой, это GBT. Новый разъем, который теперь устанавливают себе и японцы, и европейцы. То есть это как Type-C в мире электроавтомобилей. Итак, мы запомнили, что у нас два портала для зарядки. Медленная спереди, быстрая сзади. И медленная лежит в комплекте. И медленно вы можете улучшить и апгрейдить, если у вас есть возможность подать три фазы и поставить быструю зарядку у себя дома. Будет вообще шикарно, вы забудете о том, что автомобиль разряжается. Вы просто будете приходить на два часа, на полтора ставить, и будете выезжать из дома постоянно со стопроцентными. Итак, пневмо. Пневмо здесь регулируемая, адаптивная пневмоподвеска. Когда вы едете, она видит неровности, там, или лежачий полицейский высокий, она приподнимается, вы переезжаете, она опять опускается. В любом из режимов, которые здесь предустановлены, вы можете зафиксировать положение пневмоподвески. Что важно, да? Потому что на многих, многие автопроизводители при выборе комфорта ставят среднее положение, и все. И на этом вот ничего не можете сделать. Здесь, пожалуйста, хотите в спорте ехать задранным? Ну, ради бога. Теперь давайте по оснащению, и я буду накидывать и накидывать по опциям, которые в ней есть. Первое. Как многие уже обратили внимание, на ней очень много камер. Камеры в стекле, камеры под стеклом, камеры на крыльях, в зеркалах, под зеркалами. Здесь по кругу около 13 камер, которые собирают информацию. Она видит все, она видит пешеходов, разметку. Вы можете сидеть в инстаграме в пробке, она будет ехать сама, подключаете поворотник, она перестраивается. Все это у нас работает. Здесь есть полный автопилот, но в наших реалиях пока не их твайцин, извините. По камерам. Здесь есть камеры, которые записывают все, что происходит вокруг 24 часа. Причем есть камера еще и внутри машины, которая записывает салон. Что это значит для вас? Вы ставите машину на парковку, и если кто-то с тележкой Валберес поцарапал ее, вы точно найдете этого курьера, ну и предъявите ему поцарапанный бампер. Кто тут, не дай бог? Поехали дальше. По оснастке. Шикарная оптика. Я вам больше скажу, если получится это снять, мы закроем основную фару. Здесь основная фара, она находится в бампере, а это как подсветка. Здесь только дневные ходовые огни светят лучше, чем фары на моем Мустанге. Поэтому по оптике у вас нареканий быть абсолютно никаких не должно, тем более она умная. Пришло время показать одну из самых главных фишек этого автомобиля. Еще раз вспомните цену, которую я вам говорил, и сейчас постарайтесь вспомнить, какой автомобиль еще так умеет. Ну, конечно же, тот, который вы вспомните, он будет стоить других денег. Господа, внимание, все двери этого автомобиля, как я называю, типа Rolls. То есть они открываются полностью автоматически. Вы можете дернуть внутреннюю ручку, дверь закроется. Можете ее остановить, ничего страшного. Можете ее толкнуть, и она сама продолжит движение. При открытии у этого автомобиля есть датчики. Если рядом стоит другой автомобиль, то дверь не откроется. Она найдет максимальное положение и остановится там, где ей удобно. Еще ни разу она не сделала так, чтобы вдарить или зацепить другой автомобиль. Смотрите, стою рядом, допустим, я вторая машина. Все, все работает. Представим ситуацию на парковке. Рядом стоит автомобиль, мы открываем дверь, и дверь реально останавливается. Сколько бы раз мы это не повторяли. Сколько бы раз мы это не повторяли, она постоянно останавливается в нужном месте. Если мы отходим, то она видит это и открывается дальше сама. Как ее закрыть? Можно легким прикосновением, и она закрывается сама. А также есть еще очень удобная опция. Смотрите, садимся в салон, нажимаем на тормоз, и дверь закрывается сама. Господи, как круто! Вы к этому привыкаете за один день, и больше отвыкнуть вы от этого не можете. Итак, мы с вами уже знаем, что у нас двери типа Rolls, что у нас безрамочные двери, что у нас шикарная оптика, у нас крутой внешний вид, что у нас очень крутой автопилот, у нас много камер, у нас шикарная резина стоит сразу же с завода, диски очень красивые, с аэродинамика, в общем, много плюшек накидал. Ну а как же, как же наше вот это российское багажник? Так, багажник должен быть большой, потому что с разгоном 3.8 мы должны мчаться и что-то там в нем вести на дачу. Так вот, по багажнику они, мне кажется, даже перестарались. Я не знаю, как они сделали это, господа. Ну, по старой привычке, конечно, я в него запрыгну, но я не просто запрыгну, я могу в нем развлечься, потому что здесь багажник рассчитан как минимум на двух. Он не просто большой, он еще и складывается в ровный пол, а это не просто так. Ведь сиденья-то у нас электрические, с электроприводами, они ездят вперед-назад, об этом мы сейчас тоже поговорим. Но просто представьте, вы получаете полностью электрический задний ряд и можете его еще и полностью сложить. Есть фишки, о которых мы часто не задумываемся, если их нет, но когда мы понимаем, что, блин, а что так можно было? Прекрасная полочка, которая висит наверху. Когда вы закрываете багажник, у вас здесь ровный ряд, вы закидываете там вещи какие-то, едете на дальняк, и у вас ничего не просыпается в багажнике. Значит, что еще в багажнике у нас есть? Есть подпол, ну, сантиметров так 10, да, и дальше под ним уже стоит установка по пневмоподвеске. Это тоже важно, потому что компрессор расположен в защищенном коробе под бампером, и его обслуживание, а ведь компрессор, ну, иногда нужно обслуживать, не знаю, сколько это будет в наших условиях, но он здесь полностью влагозащищен, в него не попадает пыль-грязь, и вся система доступна для того, чтобы обслужить ее. И я уже не говорю о том, что у нас есть кнопки управления пневмоподвеской, то есть я могу сейчас взять и опустить этот автомобиль ниже для удобства погрузки. Причем он изначально делает это сам, но вы можете сделать его еще ниже. Удобно, скажете вы? Да, конечно! Про задний отсек для всякой всячины мы с вами переговорили, но так как это электричка, у нее есть капот. Кстати, капот стоит с защитой, соответственно, нам нужно сделать два нажатия открытия, и только после этого он откроется. Капот, конечно же, на газ-лифтах, с шумоизоляцией, со всеми делами. Здесь у нас закрыто, нечего вам тут делать. Что нам нужно знать? Здесь у нас замывается, заливается омывайка, здесь у нас заливается антифриз, и здесь у нас клемма для того, чтобы прикурить этот автомобиль. Не знаю, понадобится ли это вам, но как бы это все есть. По поводу обслуживания электрички, да и данного Зикера тоже. Значит, по регламенту замена масла в редукторах. Просто представьте, как часто вы меняете масло в фильтры, в коробке, там, там, там в своем бензиновом или дизельном автомобиле. Здесь вы меняете раз в 46, кажется, тысяч километров масло в электромоторах редукторное и заливаете антифриз, меняете его раз в 100 тысяч километров. Ну, господа, это несопоставимые деньги на обслуживание автомобиля, если привести в пример бензин, да, ну, или бензин, двигатель внутреннего сгорания. Далее, здесь мы видим маленький отсек, здесь лежит у нас набор для подкачки, можете что-то еще положить, и всегда в комплекте идет шнур для домашней зарядки в подарок. Поэтому, в принципе, на капоте все, делать тут нечего. Закрываем вот эту красоту и передвигаемся в самое интересное. Добро пожаловать в салон! Ребзо. Девочки, мальчики, начинается это все с посадки, с нажатия на педаль тормоза, с автоматического закрытия дверей. Как только эта дверь закрывается, вы, вот, несколько циклов, вы к этому привыкаете. Потом, если вы садитесь в обычную машину, вы от нее ждете и смотрите на эту дверь обычную, думаете, а что-то не закрываешься. Вот ко всему хорошему привыкаешь сразу. Следующей фишкой, с которой вы столкнетесь при посадке в автомобиль, как только вы кладете ключ-карту на свое место, там же, где находятся два порта зарядки, беспроводной зарядки для телефонов, идет функция Face ID. Расположена она там же, где датчик, который контролирует усталость водителя. Дело в том, что Face ID считывает ваше лицо и запоминает положение сидения, режим, в котором вы ездили, то есть, режим подвески, настройки руля, положение руля, обдув, обогрев, в общем, все последние настройки по вашему лицу. Кажется, ну, Face ID, чем удивить, где вы еще это видели? Ведь это так просто, вам не нужны никакие кнопки 1, 2, 3, 4, 5, вы просто себя записываете, и после этого машина вас запоминает. Соответственно, нет ограничений по количеству памятных настроек. Продолжаем дальше. Значит, мы с вами в охренеть, в каком шикарном салоне. Все, что вы трогаете, все, к чему вы прикасаетесь, сделано из кожи, либо из алькантары. Есть исполнение, где, например, вот эта часть панели идет из алькантары. Здесь она у нас в коже. Пластик, вот эти рисунки, зикоровские. Они тоже своеобразные, необычные. И есть, вот куда бы вы ни посмотрели, ваш глаз везде цепляется. Музыка Yamaha, которая долбит так, что рубашку начинает немножко подтряхивать. То есть, очень чистый звук, плотный бас, и как бы Yamaha. Я напоминаю, мы находимся с вами в китайском автомобиле. Хотя я думаю, что вы уже к этому времени забыли об этом. Значит, верхняя часть обшивки дверей сделана из такого приятного структурного материала. То есть, он мягкий, но он имеет жесткость, я так понимаю, специально для того, чтобы солнечные лучи не портили вот эти вот поверхности. Очень классное решение, потому что сюда ложится пыль, грязь, все это протирается. Вот эта часть, чаще всего, останется грязной. Она останется чистой. Здесь мы видим вставку из такого молочного прикольного материала. Ее даже приятно на нее смотреть, приятно трогать. То есть, тактильность здесь на каждом шагу. Продолжаем. Значит, что по экстерьеру и по качеству сборки салона. Беремся за первую рукоять, которую мы видим. Я думаю, что она сделана для того, чтобы пассажир мог держаться, когда кто-то нажимает на педаль. Мы берем и со всей силы начинаем ее дергать. Нету ни одного скрипа. Куда бы мы... Вот я нажимаю сейчас со всей силы. Куда бы мы ни нажали, вы не слышите ни одного скрипа. В салоне тотальная тишина. Шикарная шумоизоляция. Конечно же, ее можно добить, сделать еще лучше, но она уже на превосходном уровне. Закончили с тем, что все приятно трогать. Все очень прикольное. Теперь о вкусовщине. Синий салон с белым сочетанием. Есть серый салон с зелеными ремнями. Есть там оранжевый вариант. Очень много цветов этих автомобилей. Но вот синий, зеленый в модели X появился. Это разрыв. Меня это относит к Мерседесам из прошлого, когда они делали вот комбинации вот эти серо-синего пластика, зеленый вот этот изумрудный цвет. Сейчас мы это видим и это опять восторг, потому что как мы хотим, чтобы когда мы садились в автомобиль, мы видели что-то новое. и когда выходит на обновленный кузов, ну, например, там, Land Cruiser, Cadillac Escalade, каких-то автомобилей, которые мы можем встретить с вами гораздо чаще, мы ищем что новое. Это видели, это видели кнопочки те же, те же, те же, те же. Здесь вы садитесь, это не просто новая машина, а она постоянно накидывает вас фишками. Я каждый день сажусь, мы не первый раз общаемся с Икром, но каждый раз я могу узнать что-то новое о нем. Далее, поехали. Как запускать автомобиль, нажимайте на тормоз, он у нас уже запущен, то есть двигатель завелся. И теперь к нашим реалиям российским. Зима на улице минус 18. Вам нужно установить автозапуск, еще что-то сделать. Здесь вы либо нажали с приложения и у вас уже в салоне тепло, либо вы выходите из торгового центра, машина остыла, садитесь в нее. И так как это электричка, здесь очень классно сделана система климат-контроля через буквально 25 секунд начинает дуть горячий воздух. Руль подогревается, все сидения с подогревом, все сидения с обдувом и все сидения с массажем. Давайте перейдем к функционалу салона и к мультимедии. Огромный экран, высококонтрастный, с прекрасной графикой, здесь нет никаких пикселей, вы не видите элементов, которые вас раздражают, на мощнейшем чипе, который позволяет делать вот такие вот штуки. Нету ни одного тормоза, хотите открыть дверь, открываете дверь, хотите закрыть зеркала, закрываете зеркала. Сразу обговорим, что они ушли от типа Тесла, когда все управляется с одного экрана. Все-таки есть функции, которые должны быть всегда под рукой. Обратите внимание на вот эту прекрасную панель, вот как она прямо четко вписана, с контурной подсветкой, ничего лишнего. Вот кажется, что всего много, но одновременно это все так лаконично записано в салон, что не является его неотъемлемой частью. Итак, панель. У нас запотело стекло, мы можем взять и нажать обдув стекла, обогрев стекла, аварийка, все на своих местах. Кнопка бардачка, конечно же, сенсорная, бардачок открывается с приятным газлифтом, и там мы видим как раз-таки три ключа и всякое барахло для того, чтобы изучать функционал автомобиля. Я думаю, что тут надо, я думаю, что нужно делать три тома войны и мир, чтобы описать весь функционал этого автомобиля. Значит, далее, обратите внимание, у нас есть кнопка регистратора. У нас есть камера снаружи, мы можем зафиксировать что-то, что нам необходимо, природу, дорожную ситуацию. И также есть селфи-камера, которая аккуратно скрыта вот в этом внешнем плафоне. Даже плафон приятно трогать, нету пластика, до которого неприятно дотрагиваться. Все контурные подсветочки сделаны не колхозно, они так вписаны. Каждый материал вот этот хромированный, не хромированный приятен. Вы будете слышать это постоянно, просто поверьте, господа, что это так. Если не верите, приходите к нам на площадку, у нас есть розничная площадка, где мы продаем автомобили. И, кстати, Zikara мы стараемся держать всегда в наличии, хотя сложно, потому что их постоянно забирают. Значит, поехали дальше. Зеркало с прозрачной окантовкой очень четко, классно выглядит, но это все фишки, которые, в принципе, вы и сами видите, я могу их не озвучивать. А вот кнопкам вернемся обратно. Управление, джойстик, переключение передач очень понятное, у него нет никаких заклинов, не надо два раза его нажимать, то есть вы делаете это один раз, и сразу же включается драйв, паркинг, все понятно. Естественно, если вы откройте дверь, машина остановится. Музыка, не надо делать музыку только на вот таких движениях, не надо делать музыку. Конечно, ее можно здесь сенсором управлять, но есть физическая кнопка, очень красивая, очень понятная, где вы спокойно можете отрегулировать громкость, и сразу же у вас на экране выползают регуляторы телефона, навигатора, то есть если вы слушаете музыку и хотите сделать навигатор потише, вы просто делаете его потише. Удобно? Ничего не сказать. Очень. Погнали по функционалу, что вскрывает в себе уже основной монитор. Обо всем рассказать не получится, но мы попробуем. Значит, у нас есть обдув, обогрев, вентиляция всех сидений, есть управление задними сидениями на задней панели, это мы тоже покажем вам. Значит, климат-контроль. Климат здесь разделен на несколько зон, здесь даже есть у нас ароматизаторы, то есть мы можем создать какую-то гамму запахов в автомобиле, здесь у нас с вами идут подогревы, здесь мы выбираем, как будет рециркулировать воздух, ну и как бы все в принципе уютно, понятно, привычно и сенсор работает просто очень быстро. Куда бы я ни нажал, отклик идет моментальный. С климатом все ясно? Да, вы скажете, все это на китайском, что с этим делать? Ну, давайте так, мы можем перепрошить вам этот автомобиль, привязать к нему русскую сим-карту, вы можете здесь смотреть YouTube, TikTok, Яндекс.Навигатор, ВКонтакте, все, что необходимо, можно сюда установить. Но если вы не хотите туда залезать и пока ждете, чтобы английский язык прилетел по облаку, это рано или поздно случится в ближайшее время, как говорит компания Zikr, мы можем разобраться в принципе с основным функционалом. Итак, к примеру, заходим в настройки, у нас есть режимы подвески, один раз вы это перевели, вы это уже знаете. Это регулировка пневмы, все в графике, все понятно, поэтому у вас с этим проблем не будет. Далее, еще одна фишка, регулировка зеркал, руля и нескольких элементов салона. Значит, выбираем зеркало, которое нам необходимо и кнопками на руле управляем. И обратите внимание, на проекции видно, куда мы нажимаем. Все, что происходит на экране, отображается постоянно на проекции. Проекция очень большая, очень информативная. Регулировки сидений, атаманки, я напомню, что все у нас все четыре ряда имеют управление. Здесь же у нас память и так далее. Настройки света. То есть, абсолютно любой цвет вы выбираете, можете выбрать динамику, поставим синий, потому что машина синяя. Все логично и просто. Далее, у нас идет открытие дверей и настройки зажигания. Далее, мы видим батарейку. Кстати, у нас она сейчас разряжена, автомобиль только что спустился с автовоза и попал к нам на площадку. У него 13% заряда, которых вам хватит на 87 километров. 87 километров на 13% зарядки. Ну, обалдеть. Здесь вы все видите в динамике, то есть, как работает рекуперация, куда идет распределение момента, все отображается в этой вкладке. Дальше нажимаем на иконку с автомобилем, видим давление в шинах и другие настройки, такие как отключение стабилизации и так далее. Здесь у нас ассистент автоматической парковки, здесь у нас режимы погрузки, перевозки и сервисного режима, когда автомобиль нужно поднять, мгновенное подключение телефона к автомобилю, также здесь, кстати, есть интернет, вы можете все это, естественно, раздавать, настройки музыки, Yamaha звучит очень круто, показывать это вам на видео, наверное, не будем, потому что все равно не поймете. Собственно, из основных настроек, пожалуйста, все, это далеко не все функции автомобиля. Еще одна очень крутая фишка, посмотрите наверх и обратите внимание на размер панорамного остекления. Это не окно в Европу, это окно в космос, здесь место позволяет поставить телескоп и смотреть за звездами, но это не простая крыша, здесь как доп. комплектации вы можете установить крышу с автоматическим газонаполненным затемнением. Вы выставляете процент затемнения, как видите, он отображается на мониторе и как вы хотите затемнить крышу либо сделать ее прозрачной. Шикарно, восхитительно, функционально, необычно, такого, я думаю, вы не встретите нигде Zikr 001. Пытаюсь остановиться, но напоминаю, что я хочу, чтобы вы влюбились в этот автомобиль так же, как и я. Здесь очень много функционала, рассказать про все просто физически невозможно, и значит ролик будет полтора часа. Давайте перейдем к объему салона и к заднему ряду. Итак, задний ряд. Попадаем мы в него, я могу сделать это несколько раз, я не бьюсь головой, я не наклоняю, я просто беру, сажусь и оказываюсь на огромном пространстве. Значит, впереди нас сидит человек с ростом, сколько у тебя рост? 180 с копейками. Это все, что нам о тебе нужно знать. 180 с копейками. У меня рост метр семьдесят восемь. Посмотрите просто, какое расстояние. У тебя, ты комфортно себя чувствуешь? Я бы даже подвинулся. Пододвигайся еще вперед. Давай-давай-давай. Ну, как-то вот так вот. Окей, положи руку на руль, так, чтобы мы видели, как у тебя согнута рука, да? Здесь практически выпрямлена. Место в вагон, я не знаю, ни один автомобиль, похожий кузовом на этот, чтобы было такое пространство. Да, это электричка, у нее батарейка внизу, нет карданов, все это в совокупности дает место. Ну, да, так мы и говорим, что это плюс. Значит, места очень много. Теперь, вы помните размер багажника? А у меня здесь еще есть электрический привод всех сидений, то есть, я могу регулировать и наклон спинки, и нижнюю подушку. Переходим к климат-контролю. Посмотрите, как это все красиво, приятно, и функционально. Мы можем управлять мультимедией, мы можем управлять отсюда подсветкой, подсветкой заднего ряда, мы можем управлять креслами, сдвинуть водителя, включить обдув, обогрев и массаж сидений. И все это вы делаете с заднего ряда. Плюс здесь есть полка для телефона, чтобы он никуда не вылетал, огромный подлокотник. Здесь у нас ничего нет, ну ладно. Огромный подлокотник, тоже красиво, его можно убрать, и мы это и сделаем. Здесь у нас было с вами управление задним рядом. Обшивки, музыка, стекло, ковшеобразные сидения, в которых запичкано все. И массаж в них есть, но они все равно остались с ковшами, причем комфортными ковшами. То есть огромный багажник, огромное пространство в салоне, нигде ничего никому не мешает, стекла, красота, россыпь, подсветок, и все это в одном автомобиле. Я думаю, что мы узнали минимум и максимум того, что для начала нужно знать. Теперь пора на нем прокатиться. Автопилот у нас контролирует абсолютно всю ситуацию. Если у нас помеха будет даже когда мы выезжаем это образный перекресток, она нам об этом скажет. Едем мы с вами в режиме спорт, мы можем поставить с вами разные варианты подвески, но сейчас едем в спорте, чтобы попробовать по камере передать вам ощущение, как она вставляет. Даже в спорте, даже на зажатой подвеске мы ощущаем рулежку, очень упругую, такой наливистый руль, четкая отзывчивость на каждое движение руля, но при этом мы не чувствуем, что мы едем на калах, что она очень жесткая, она комфортная. комфортная в прямом смысле этого слова, то есть любые неровности, колея, мы ее сильно не чувствуем. Легкое ускорение, нажатие педали газа примерно на 20%, и тебя начинает вставлять прям не по-детски. То есть я не привык к такой тяге, потому что я привык к бензину, так же, как и вы все, что мы нажимаем, у нас есть пока коленвал провернется, пока турбинка раздуется, здесь мы только прикасаемся к педальке и сразу же нас начинает вдавливать. Всегда буду проводить параллели с айфоном, даже звук поворотников приятный, ненавязчивый, аккуратный, мягкий, который не бесит. Автомобиль плывет по дороге, даже при условии, что мы едем в режиме спорт, не провоцирует на быструю езду, но как только мы это соизволим сделать, он делает выстрелы, беспощадно, бесповоротно, уничтожая асфальт под ногами. Машина может быть как комфортной, так и дерзкой, так и мягкой, и все это в одном. Размер, размер заднего ряда, функционал, мягкость, скорость, километраж, быстрый заряд батареи, пневмоподвеска, все в одном автомобиле. Zikr 001. Наверное, на сегодняшний день это лучший автомобиль, в котором я когда-либо ездил, сидел, трогал и знакомился. Китай впереди планеты всей. Господа, конечно, я как человек, который не первый раз оказывается за рулем этого космического шаттла, не могу вам передать все эмоции, которые бьют ключом, когда вы первый раз вообще притрагиваетесь к нему. Но мы сейчас вам покажем вставочку, где ребята, которые имеют у себя в автопарке приличные автомобили, первый раз стали пассажирами этого корабля. Посмотрите. Сейчас я вам покажу единорогов, за которыми охотятся все любители электричек. Это Zikr 001. Я в двух словах скажу. Да, да. Значит, несколько дней назад наблюдал, у меня сосед купил такую машину, да, и наблюдал, как они из Феррари пытались, короче, ну, как-то с места ехать. Значит, вот он разгонялся, Феррари его догонял, он уже притормаживал, чтобы Феррари догнал его. Потом он опять с Феррари на ходу, он с ходу его еще раз. Ну, вот мы пробовали, мы пробовали с F11, у F11 вообще не было шансов абсолютно. У нас полностью идет автоматическое открывание дверей. У меня вопрос, если мы припарковались и попробуем автоматически. Я машина, да? Ну, да, соответственно. Мы открываем дверь, и она четко останавливается. Видит, да, относительно? Она видит все, то есть я могу сейчас открыть, но давайте эксперимент проведем. Ну, верим в китайский автопром. Бау! Все работает? Да, теперь хочется, да, услышать комментарий по качеству отделки. Очень, очень круто. Как я, так как я говорю. Вот решение, вот то, что здесь сделано именно таким образом и не боится дождя, это очень важное решение. Да, здесь более грубый материал сверху стоит. Вот то, что здесь кожа напа, и это она очень круто отделана, это вообще зачет. У нас вчера человек приехал на новом Каене, он купил вот несколько часов назад. Приехали с ребятами в автосалон покупать еще один Ренш товарищу, он его увидел и он пошел сдавать, он сегодня оформляет документы обратно пытается сдать Каен. Уже с уценками, со всеми делами. Значит, задумываются, это очень крутая машина, все понимают, что сейчас экспромтом мы все снимаем, мы не готовились к этому, и плюс багажник, размер багажника. Но там тут у нас идет подпол, то есть просто маленькая, дальше уже идет батарея. Аккумулятор. И даже вот такие фишки, как полка, назад кидаем что-то, чтобы не падало, она у нас всегда здесь. Закрываем багажник, закидываем чем-то, у нас никуда не улетает. У нас соответственно для загрузки опускается, можно опустить. Ну, как бы все. Например, я своего щита спустил себе в паркинг. Да. 25 киловатт. Если у вас паркинг, скорее всего, у вас уже есть быстрая зарядка. Нету. Нету. В любом случае не предусмотрено. Значит, родная плюс-минус с нуля до ста это плюс-минус 24 часа. Если мы покупаем более мощную зарядку, то там уже часов 8. А более мощная это какой градации? Я вам сейчас, вот чтобы не соврать, я в цифрах не буду плавать, не хочу дезинформировать. И есть зарядки, которые, если у вас дома три фазы есть, есть куда подключиться. Ну, три фазы есть. Есть трехфазный, то есть вы сможете дома ее заряжать там часа за три. Полностью. Вот я и говорю, три фазы 25 киловатт, например. Все, значит, плюс-минус три часа вы ее полностью заряжаете. Здесь тоже есть такая заморочка, колеса обязательно должны быть именно те, которые здесь... Нет. Ну, как в Тесле, например, как в Вольсвагенах некоторых есть такая проблема. Нет, пожалуйста, колеса, тут же дисков очень много разных на выбор. Тут нет, нет никакой проблемы. Можно менять... В чем прикол тогда в этих машинах? Почему там колеса обязательно должны быть той или иной маркировки? Вы про диски или про шины? Про колес, про шины, про резины. В Тесле, например, если ты покупаешь колеса, которые к нему не подходят, он не поедет. У меня едет. У меня Model 300. Но у меня, правда, какого, 18-го года на Model 3 Performance. Я вот слышал про Вольсваген именно эту тему. Типа, и комплект стоит 500 долларов. Ну, типа, одна штука 500 долларов. Нет, но если что, Мишлен вам вот этот бесшумный мы прям с Китая отправим, это не проблема. Но не могу, давайте так не буду говорить то, чего не знаю. Мы не пробовали на них еще ставить другой размер резины. Ну, тут куда? Тут 22 колеса. Кстати, на руле тоже там какие-то маленькие дисплеи есть, да? На руле руль многофункциональный. Получается, к примеру, здесь нету кнопок управления выносом руля. Вы либо нажимаете на сидение, кнопка у вас сразу вылетает в меню, что вы можете настроить зеркала, руль, сидение, и выбираете руль и настраиваете руль вот этими кнопками. Вышли из этого меню, он у вас уже просто мультимедиа управляет. То есть, они на руль перенесли много задач, кнопки которых меняются. Как насчет язык минимума? Язык перепрошивается. Здесь мы в течение суток перепрошиваем на русский. По гарантии? Полностью будет? Полностью, она будет полностью русифицирована. Но, может быть, где-то будет частично английский, частично русский, да? Но основное меню все будет русскоязычное. Оно очень простое. Здесь интуитивно через 5-10 минут вы понимаете, что ну, рулят, руль, пневмоподвеска, пневмоподвеска, то есть там никаких... Я предлагаю прокатиться, господа. По гарантии? А это возможно? По гарантии через полтора года это будет автомобиль Volvo. Примерно полтора-два года. Это же и есть Volvo. Это концерн GILLE, в него входит Lincoln Co и еще 15 брендов. В Европе это будет Volvo. По поводу гарантии... По поводу гарантии тут важный момент. Мы, компания, то есть мы не просто здесь представлены как одни из, да? Мы работаем, у нас офис напрямую в Китае, то есть мы не работаем с китайцами через кого-то. У нас ребята наши находятся в Китае непосредственно. Поэтому любая запчасть, которая вам нужна, мы ее отправляем в течение 3-4 суток, она приезжает в Россию. То есть мы на себя берем ответственность не как официальный дилер, но мы даем гарантию того, что мы вас будем поддерживать на протяжении всей эксплуатации. Также, если есть какой-то вопрос по программному обеспечению, либо там по перепрограммированию машины, может быть, если какая-то ошибка возникает, то у вас есть прямая линия с нами, мы тут же задаем вопрос дилеру, вплоть до того, что они отправляют видеоинструкции. А как же по поводу именно, ну, то есть сама едет, сама управляется, или что-то в этом может быть? Здесь полный автопилот есть. Значит, скажу честно, мы не тестировали полный автопилот, мы тестировали его в Китае, здесь мы просто не наматываем километраж, мы вообще, ну, то есть мы вот на эту машину с вами сейчас выезжаем первый раз, вот, поэтому, мы ее только, я только вчера с нее пленки снял, только разгрузили ее. Дорожные здесь знаки? Знаки распределяет, даже на парковку, я сейчас заехал, на парковке, где вот эти кривые знаки, 5 км в час, он все видит, пол удержания в полосе, ну, вот он уже показывает, где рядом машина, но вам просто не видно, у меня он еще в проекции все это показывает. Скрипов нет, колеса же, Мишель, да, вот я, и вот, можете не стесняться, вот взяться, да, и, и прям вот со всей силы подергать. Молодцы, китайцы, я прям, все больше и больше, нет, дергать его не надо, главное, чтобы сам по себе, он сам по себе не скрипит, то есть тут, но нету такого, что где-то какие-то скрипы сами, сами собой, так, ну, сколько до сотки это что-то едет? 3,6. Вы не забывайте, что у нас пятеро. У нас пятеро же реально, причем мужичины, я бы сказал. То есть это плюс полтона, да, если я сейчас сяду один, но чувствуется это, когда рядом кто-то на бензине пробует, тогда вы понимаете, что вы в космос уходите, тут просто комфортно, поэтому нету такого. Ёба! Ну вот сейчас, от светофора до светофора 80 был, но приотпускаю. Тут еще есть лаунш режим, я, честно, не знаю, как его активировать, но есть лаунш режим, когда с двух педалей, тогда она вообще выпрыгивает. Ну, это она, в принципе. Ну, и тормозит тоже, в принципе, вполне достойно. Вообще, прямо, очень прогнозируемый. Нет, машина очень... Как меня прижало, мне она очень нравится. Мы их встали, поэтому... А, понял. Не знаю, видно скорости или нет. Нет, я сейчас, я сейчас в комфорт перешел. Не в комфорт, а в этот в норму. шума нету. да, мы с изоляцией, вообще, честно говоря, подвеска. Я вот одно думал, что... Ну, давайте в норму, в норму и поставим, там, кунать, на среднее положение. Я думал о том, что если я движок... Функция автохолл, так же, как и в мерседесе. Будет как некомфортно. А в действительности, я сейчас понимаю, что, ну, на тех машинах, собственно, на которых мы ездим, у нас так же не слышно, да, мотор этот. А от того, что там глушитель не брончит... Но они к этому привыкают. Знаете, как вот у меня стоит... Я девушке купил мустанг, да, я вот сейчас на нем приехал. После этого ты садишься на бензин, и вот легкие вибрации от мотора, вот все начинает раздражать, да. Когда вот прям буквально час-полтора на них покатаешься, все, сразу же мозг перестраивается очень быстро. Это 22 колеса. 22, да? Это 22, да. Равных этому автомобилю нет. Как и нет равных компании China Car Club, которая честно, быстро и качественно доставляет эти автомобили прямиком из Китая. Выбирайте свой автомобиль, заходите на сайт, узнавайте цену, кликайте, наш менеджер свяжется с вами и предоставит вам лучшие условия. А также для тех, кого интересуют автомобили в наличии, они есть в городе Москва. Приходите, знакомьтесь. У нас большой автопарк, я уверен, что мы найдем, что вам предложить. Подписывайтесь на канал, это China Car Club, меня зовут Алексей, всем пока! Покататься в городе или на дачу, выбирай ты любую из вагона тачек. Низкие цены, у карифа на праздник, условия простые, что я понял даже чайник. Made in China, все в онлайне, сумму посчитать можно на сайте, тут нет тайны, все элементарно, новая машина из завода в руки прямо. China Car Club, самый минимальный прайс, China Car Club, купи себе новый девайс, China Car Club, если хочешь не тяни, China Car Club, позвони. И да, если у вас есть желание проверить, проедет ли он до Волколамки обратно и любые другие автомобили, которые мы привозим, мы открыты к вашим предложениям, ждем в гости и готовы предоставить вам автомобиль, чтобы вы с ним познакомились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!